Всем привет! Сегодня мы были на складе Арвата Сифора, который находится от 20 километров от Варшавы, город Барки. Значит, чем занимается этот склад? Это склад, где находится косметика, парфюмерия, дорогая, брендовая, такая как Dior, Fendi и тому подобное. Задача кандидатов состоит в том, что там есть несколько процессов. Это сбор заказа со склада. То есть человек берет сканер, берет, допустим, тележку и складывает в такие, как у дочки, косметику по заказам. Заказы, значит, бывают двух форматов. Именно на интернет заказ у человека сидел дома, решил себе заказать, допустим, какую-то там косметику. Человек собирает один заказ, это одна часть. И есть заказ, допустим, когда человек собирает на определенный магазин. У больших этих магазинов много, нашего типа бракарда. Есть, допустим, когда девочки стоят, это легкий процесс, делают коробочки небольшие, куда, соответственно, потом идет выкладка товара. Когда приходит на склад новая партия, заказанная, да, складом, то люди потом ходят и со сканером тоже выкладывают этот товар уже в эти коробочки. Есть, допустим, приемка товара, вот пришла палета, там, Dior, допустим, косметики. На этом процессе работает в основном полячек, потому что это работа с компьютером, то там нужно понимать польский и не делать никаких ошибок. Наши занимаются только вот сбором заказов. И также есть комплектации, то есть все комплектуют заказ. То есть собрали по коробочкам, потом смотрят там уже это на компьютере, какой нужно сформировать заказ. Там положить один, допустим, не знаю, там крем-маску для волос, какую-нибудь там, не знаю, духи, не знаю, тушь для ресниц. Вот, это все формируется, комплектуется, и человек это ложит в определенную коробку. Все, если это на магазин, это побольше коробки формируются заказы. Дальше это идет уже там, да, ребята отберут, отводят на склад, и непосредственно уже выкладывается это все на магазин, на сам склад, где-то куда-то отправляется уже на ту точку, куда нужно. Работа очень лайковая. То есть есть нормы, но люди эти нормы делают, как девочка нам сказала, работница наша, за две недели она вышла на эту норму. То есть ничего тяжелого абсолютно нету. Никого в шею не гонят. Но, естественно, человек должен делать эту норму. Есть премия от выработки. То есть человек, если делал 100% нормы, есть премия до 400 брута. Если человек, допустим, делал 150%, то, по-моему, там 700 или что-то такое брута. Получается до 500, до 400, да? Ставка не минимальная, как у нас, да, 15-76, а 16-80. Склад, он небольшой. То есть он принимает, я не знаю, ну, может, человек 50-60 там работает. В зависимости от заказов, естественно, лучшие остаются. Кто-то может переводиться на другой склад, там, нам сказали, какой-то бижутерия. Либо же, когда есть много заказов, их возвращают на эту работу. По поводу жилья. Значит, Паржнев находится 20 километров от Варшавы. Жилье находится рядом с Паржневым. Прошу. Жилье находится рядом. Живут по 4 человека в комнате. Жилье очень, ну, достаточно хорошего уровня. Общались с девочкой, сказала, что достаточно хорошее жилье. Нету двухъярусных кроватей. Вот, все необходимое, как бы, есть. Не савдек. Да, это квартиры. Их с жилья на работу возят машинами. Да, бесплатно. Вот, еще что хочу сказать, что там на самом складе нет как такового питания. То есть, людям нужно приносить питание с собой, брать на судочке. Есть достаточно такая хорошая уютная кухонька, где можно разогреть, помыть, посидеть, покушать. Есть автомат с бесплатным чаем кофе. Мы пили, угощались. Ну, кофе достаточно хороший. Не такой, как в обычных автоматах. Хорошего вкуса. Вот. Обстановка там достаточно приятная. Комфортная температура. Сейчас очень жарко. Там, вот, ну, в футболке, в этой комизельке достаточно комфортно. Зимой не холодно. То есть, в принципе, все работают, никто не бегает. Все хорошо, в спокойном режиме. Ну, как бы, каждый выполняет свою работу. 300 злотых жилье стоит. То есть, когда ты уже не снимаешь? Если ты снимаешь свое жилье, то компенсирует 300 злотых тебе. Поэтому можно снимать свое жилье. Поведи ты? Да. Также самое главное есть здесь у нас у Гена. Нас познакомили с Геной. Это человек-робот, который по складу возит эти заказы, маленькие такие... Суточки. Суточки. Вот. И это упрощает, так скажем, тоже нашим женщинам, какую-то часть работы. Также есть возможность. Мы можем набирать у лепешника. Если дают заказы, то есть можно работать. Если вы говорите. Если вы говорите. Еще хочу сказать по поводу смен. Просто шикардосно. Представляете, работать с дневной сменой. Получается, что дневная смена заключается в том, что ты работаешь либо утром, либо работаешь с дня до вечера. То есть ты вообще особо не напрягаешься. Если кто-то ищет дневную смену, это сюда. Единственное, что склад небольшой, наборы не так часто. Все зависит от заказов, который сам склад формирует. Девочки, расскажите. И два выходных. Суббота, воскресенье. Работа там в какие-то дни по 12 часов. Иногда сам склад просит оставаться больше, если есть. Работает больше часов. Иногда по 8, иногда по 10 работают. Работают с понедельника по пятницу. Суббота и воскресенье у них официально выходной. Но иногда, если, наверное, есть заказы, тоже вводят. Возможно, в сезон. А сезон там перед Новым годом. То есть когда именно заказывают, скорее всего, это на подарки. То есть кому-то эту косметику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова